Чтобы нам голоса не надрывать, может телевизор у вас на дальнем плане будет, или детки будут кричать. Так, люди у нас здесь собрались с нескольких чатов, задаем вопросы, то есть у кого есть вопросы, включайте микрофон, задавайте вопросы, будем отвечать, разбирать. То есть определенной темы у нас сегодня нет, у нас определенная тема это как продвигаться, где искать рефералов, то есть я думаю у многих такие вопросы есть в чате. Я сейчас сделаю запись, не хотел конечно, но надо сделать запись. Так, у кого есть вопросы, включаем микрофон, задаем их. Ирай, вот вопрос такой, в проекте всем миром есть лейдинг вот этот, да, который, ну, вроде обо всем, а вот можно сделать и по такому же, как вы этот проект, как вы думаете, или это что-то другое? Это кто спрашивает? Это Надежда. Лендин Борис показывал на обучающем. Нет, я понимаю, но его вот можно, можно сделать, ну, как бы вот на новый проект, вот G, вот этот. Ну, G, MMG. Да, 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 вот такой был для всех, вообще было бы замечательно, то есть, ну, чтобы он был индивидуальный, там же для каждого в конце там вот подсказки. Ну, это я точно знаю, что разработчики сейчас над сайтом работают, сайту только три месяца. В планах есть, будет лендинг, скорее всего, ну, не скорее всего, он будет лендинг какой-то, и у каждого будет этот лендинг. Так, то есть, ну, он такой простейший. Они вообще нормально присоединяются, и так? Вот, если... Ну, это как-то более... Информацию много дает, да? Да, информации, во-первых, много, и, ну, как-то, скажем, благороднее, что ли, чем ссылка. Ну, смотрите, мы же, мы же как продвигаемся, именно записываем видео и выкладываем. Я сейчас на VIX сделал посадочную страницу, это то, что я показывал, вот, вебинар, который закрытый, в методике сейчас есть. То есть, вы можете сделать посадочную страницу и выложить там любую информацию, какую вы хотите. То есть, там у вас займет это буквально несколько минут. То есть, регистрация, это все, я выложил в методике, там есть от регистрации до создания. Как вставить туда видео, как написать текст, как поставить кнопку. Я думаю, этого достаточно будет. Самих презентаций их достаточно. То есть, таким образом, именно целевая аудитория будет приходить к вам. То есть, не человек будет, например, по реферальной ссылке регистрироваться, заходить и пропадать где-то. А именно осознанно человек может приходить и делать, то есть, это регистрироваться уже осознанно, посмотрев видео. Ну, ты можешь, Бориса, и на заказ брать, например. Ну, нет. Ну, я проводил такой эксперимент в свое время. У всех технический склад ума. Инесса, видео отключите. Инесса, если кому-то надо, то есть, я на своем, вот на нашем сайте могу сделать без проблем. То есть, я откопирую. Там есть презентация именно вот этого GMMG, который разработчик рассказывает. Вот у меня, в основном, весь трафик льется на эту посадочную страницу. То есть, я могу сделать, будет стоить это 50 рублей, к примеру. Если кого-то устраивает, то вопросов нет. Но сразу говорю, что каких-то там хитромудрых тем я это не буду делать. То есть, я сейчас вот покажу экран. Сейчас, секунду. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Смотрите. Экран видно все? Сейчас, сейчас загрузится. Вот, у меня есть вот такая посадочная страница. Сейчас она тоже загрузится. Прогружается долго, потому что еще записывается и транспортится. Кнопка 100% на вывод. Ну, вот смотрите. Вот такая посадочная страница. Здесь кнопка 100% сразу на вывод. Это видеопрезентация, которой многие уже знакомы. Здесь он рассказывает, как это все работает. И кнопка регистрации будет вести на вас. Да, вот так и надо. Нет, если вам нужно это, то без проблем. То есть, на любой абсолютно проект. И мне. У меня еще нет. Вот, сейчас я экран отключу. Так. Вот. Вот таким вот образом. То есть, связывайтесь со мной, если кому надо. Ну, довольно хорошую конверсию дает. Так же у меня есть такая же страница по всем мирам. Так же есть у меня такая же страница с презентацией по Thailand. Ну, вот это основный проект, который мы ведем. Ну, вот именно трафик я лью на эти страницы. То есть, человек уже... А? Может их регистрация меньше? Человек приходит осознанно. То есть, он видит, что ему предлагают. И на кнопку регистрацию он нажимает уже осознанно. То есть, если кто-то до сих пор там, до сих пор в чате пишут, что ссылки блокируют. Ссылки блокируют. Да, ссылки на Wix блокируют. Потому что уже у нас не платный домен. Это все на бесплатном домене. Все сделано. Но, тем не менее, трафик я лью на рекламных площадках. То есть... Еще вопрос такой. Можно ли сделать так же вот несколько фотостатусов именно под новую компанию? Потому что, ну, чтобы название ее нет. А там вот есть логотип. Ну, как бы нет вот слов таких каких-то. Типа вот призывающих или мотивирующих. А вот что-нибудь такое 5-6 картинок для команды могли? Ну, 4 картинки. Если фотостатус, 4 картинки. Но я не задавался этим вопросом. У меня чуть-чуть другой фотостатус стоит на странице. Я посмотрю. Если у меня получится, я сделаю обязательно. Я вот сейчас сижу, третий день. И на фотостатус у меня что-то вообще... Нет. У меня есть фотошоп. Я посмотрю, что там можно сделать в этом фотошопе. И команде уже потом в чате скину. Это все, это все. Это все. Сделать на вывод. И потом уже в приложении ВКонтакте фотостатуса эту картинку взять, а приложение уже само разбивает на 4 картинки. Ну, можно так делать, да. Вот это единственное, что где будут первые истории, чтобы вот это место было пустое, а чтобы видно было текст. Ну, поняли, да? Стишает, да. Чтоб текст было видно на 3 картинку. Я понял, я понял, да. Будьте добры, как если можно сделать. Ну, попробую я что-то похимичить, сделать. В ближайшие дни попробую все сделать. Вот у нас новички Оксана Снытикова. Какие у тебя трудности в продвижении всем миром? Может, какие-то вопросы у тебя возникли? Задавай. Да я даже не знаю, что спросить-то. Растерялась. Так неожиданный звонок был. Сижу, вот и молчу, так думаю, что бы спросить-то. Вопросов много, но сейчас это и нет. Оформление страницы это в первую очередь. Оформление у меня вообще хромает. В страницах было много друзей. У меня вот 3 страницы, и вообще прям хромает у меня оформление. Ну, ты методику не покупала еще, да? Нет, 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 не покупала я. Смотри на мое оформление страницы в ВК. Она по всем мирам у меня оформлена. Иногда в сторис я про другие проекты рассказываю. Ну, в основном... А я смотрю все истории. Просто если молчу, то я все-все смотрю всегда. Я все читаю, в чате читаю. Просто умалчиваю, наверное. Если возник вопрос, не стесняйся. Всегда пиши, всегда тебе ответят там и старички, которые по 3 года в проекте. И Борис ответит. И она не идет с рулю и с чатом. Ну, понятно. А я сегодня увезла маленького. И вот сижу, занимаюсь. И на данный момент у меня вопрос может быть не в тему. Скажите, на какой программе лучше всего делать запись экрана с ноутбука без сантазии? Там сильно долго. Для этого я записывал видео. У меня есть на канале. Там расширение в браузер Google устанавливаете и пишите с экрана, что хотите. Вот, вот, это мне и надо. Я сейчас хотела запускать с экрана. Вот, нашла какую-то программу, но я что-то не знаю. А Кантазия не тянет у тебя? Кантазия, там ее пока запишешь. Пока это рендеринг. Пока это все сделано. Нет, там все попроще. Вот в этой программе. Очень просто в Кантазии. По-моему, наипростейшая. Ну, в Кантазии я работаю. Я как бы ролики записываю. Ну, вот мне хотелось бы, допустим, если ролик там буквально минутный, Ну, понятно, понятно. Сейчас, секунду, по очереди давайте. Оксана, тебе надо скачать причины, почему люди выбирают проект 7. Смотрите, я ссылочку кинул на этот сервис. Давай, продолжай. В чат. Оформить канал YouTube, скачать презентации. Заказывать друзей ВКонтакте. Чем больше друзей, тем больше видят твои новости. Я вчера в чат сбрасывала план контент на месяц. Что надо делать? Надо его, этот экстрадокумент, сохранить. И какие посты в течение месяца делать. Вот Лена Стрелец как раз сегодня рассказывала, что надо в стриме, что надо делать и выкладывать в историях, и что писать в постах. Сходили в кафе, например, сфоткались. Вышли там, весна пришла, эти цветочки, все травку зеленую сфоткали, что-то сказали. Ну, не только все, бизнес, бизнес, бизнес. Ну, потом иногда там причину выставили, там их 50 картинок. И вот так вот чередовать. То бизнес, то, ну, так как мы все живые люди, не фейки и что-то о себе рассказывать. И тем самым популяризировать себя, и люди будут подтягиваться. А друзей я заказываю в сервисе профилайк. Ну, есть фейковые, есть не фейковые. Все равно. Вот 5000 друзей 1200 рублей стоит. Или 600 рублей, Борис, сколько там, 2000 друзей стоит. А нет, две недели добавляются. В топ-лидерсе я не жалею эти 10 долларов в месяц и проклачиваю. Оттуда идет народ. Сами вспомните, откуда вы пришли. Кто-то из топ-лидерса пришел, кто-то меня вконтакте увидел, зарегистрировался. А, одежда, мама, кто-то меня узнала. Я из контакта ответил. А я, кстати, откуда меня узнала. Сейчас я куба и... А Лена стреляет. Ну, мы с тобой были в проекте. Ну, это я помню, все равно же как-то ты на меня вышел. А, ну да, видео смотрела, по-моему, да. В Лена-Клубе, да? Да. Ну вот, и больше рекомендую налить трафик на видео, чем лить трафик именно на ссылку. Потому что даже вот в проектах, если обратить внимание, что люди регистрируются по ссылке, то есть они зарегистрировались, почту забили, там, скайп забили, соцсети привязали, а дальше не знают, что делать. То есть, вот каким-то образом надо это все делать и именно давать информацию человеку. Если вы делаете посты ВКонтакте, не надо давать вот ту посылку, надо, ну, желательно, видео, чтобы было, и описание, и надо вот человека как-то заинтересовать. Ну, и надо это, конечно, там все по очереди делать, чтобы не только у вас бизнес, 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 там все смотрит так, а бизнесмен, нет, не пойду, не интересно. Раскрывайте именно проблемы. У меня для вас есть решение. И распишите, чем прекрасен проект такой-то. То есть, вот как-то так, то есть, развернутую информацию давайте, чтобы на вас уже шли целевые люди, целевая аудитория. Не бойтесь даже у кого-то, вот в соцсетях ходите, у кого-то есть интересные посты, и этот пост можете откопировать, ставить себе, ну, соответственно, там переделайте под себя. То есть, ну, всякое бывает в жизни, кто-то придумывать не умеет. Вот таким образом пользуйтесь, то есть, можете там серединку вырезать, оставить начало и конец, но то, чтобы это все равно в любом случае имел смысл, этот пост, чтобы его интересно было читать. Демонстрацию делаю. Вот как работать в одноклассниках. Экран мой видно? Да. У меня проставлены праздники на каждый день, потому что друзья это все видят. У меня здесь подписчики, 1200 подписчиков и друзей. Так, друзья у меня тут почти 4000. Так, 3676, но вообще 5000, но мне больше не дают добавлять. То есть, лимит. И главное здесь фотостатус и статус. Вот, оформление должно привлекать внимание. Вот у меня фотостатус стоит, вот моя ссылка, вот презентация. И во всем остальном в одноклассниках нигде ссылок не ставьте. Просто гоним трафик. Запускаем какое-нибудь видео, запускаем трансляцию. Как запускать трансляцию даже в записи, даже какие-нибудь фильмы, мультики, вирусные фотографии. Вот смотрите, интернет дороже сына 900 комментариев. Они постоянно комментят, комментят. Там уже 1 миллион 300 просмотров. И люди заходят на мою страницу. И второй вирусный ролик 3 миллиона 900 просмотров. Люди заходят на страницу, в гости, и получается они видят мой статус. И каждый день я меняю фотографию. Ир, по ходу, вот заодно спрошу, смотри, вот как раз пока страница вот у тебя, смотри, в группе надо писать вот о чем ты думаешь, или писать вот это вот о чем ты думаешь, вот следующий, ну там, когда под фотостатусом туда, как лучше, в группе или, ну поняла меня. Фотостатус это ваше личное... Нет, это понятно. А вот когда пишешь какую-то тему, ну затрагиваешь какой-то вопрос, вот тебя лучше писать в группу, или писать вот это объявление вот сюда? В группу вообще, в Одноклассниках никаких групп мы не создаем. А, понятно. Потому что их блокируют. Вот, например, лучше создавать новые альбомы. Эти фотки, вот вы поставили фотостатус, 4 фотки, все, больше их не трогать, потому что если вы будете в личный грузить, ваш фотостатус съедет. Едет, да. Вот, загрузили фотографию какую-нибудь, сейчас сделали как? Что, грузишь фотографию, и сразу вам предлагают создать заметку. Так, вот сейчас я загружу какую-нибудь фотку, и покажу вам, вот, добавить фото, и сразу вам предложат заметку. Или по бизнесу, например, мотивацию. Вот, раньше такого не было, сейчас сделали. Вот, видите, создать заметку. Вы пишете здесь описание, и пишете, что-нибудь здесь пишете, создать заметку, все, она у вас в заметках уже проскочит, и, соответственно, в ленте вашей проскочить. Также туда можно еще добавлять хэштеги. Об этом тоже не забывайте. То есть... Люди, если нажмут заметки, и вообще все уже увидят, что я добавила фотографию, начнут ее классовать. Я сама ее классую. И, ну, с Ютуба делюсь в Одноклассниках. Когда переводы приходят, тоже все это выставляю. С Ютуба просто делитесь на Одноклассники и на ВКонтакте? Просто делюсь, и все. Вот, какое видео я свое открываю. Угу. Ну, вообще, Борис рекомендует лучше добавлять его в видео, потому что тогда просмотра больше. Вот, поделиться в Одноклассниках, вот, и опубликовать. Но делать не буду, потому что у меня уже есть. А лучше... Копировать ссылку и вставлять. Копировать ссылку, заходите в свои видео. Заходите... Видео нажимай. Видео добавить по ссылке с других сайтов. И тогда оно уходит в галерею с видео. А когда вы делитесь, оно просто идет заметкой и улетает. То есть, людям очень сложно будет искать. И оно уже ссылка идет. То есть, за это не забанят, потому что я вставила всего лишь ссылку с Ютуба. Нажимаю добавить. И все. Вот тогда много просмотров получается. И оно у вас в видео. Вот так же видеопрезентацию можно вставить. А в контактах, Ир, куда больше лучше писать? В группу или вот о чем думаешь? Ну, группу... Группой... Из группы. И закрепляю. Вот. Закрепить. Вот мое оформление. И причем это понятно. А новые? А новые какие вот? Новые я всегда делаю в группе и репост делаю. За это не банят. Потому что я делаю ссылкой. И в ВК... Когда на стене свои публикуешь, они пишут, что вы спамите. Даже у себя на стене. Создайте для этого группу. Вот. Я создаю. То есть в группе публикую. А потом делаю репост. Понятно. Так как у меня страниц много. Я загрузила здесь свое расширение. В ВКХЛ. Об этом тоже в методике мы рассказывали. И у меня вот сколько страниц. Я беру... Беру... Например, какой-нибудь пост. И делюсь сразу на этих страницах. Тех. Уже. Тех, да? Сейчас. Покрутиться. Открываю свою группу. Вон видно, кто историк. И что он Ленына история. Вон моя история. Нажимаю репост. Если у вас несколько групп, вы можете этим расширением в несколько сообществ отправить. Вот. В несколько сообществ, если вы там администратор, продолжить поделиться. И вот оно публикуется. И в аккаунтах сразу. Аккаунты из расширения. Очень удобно. Сразу не надо в них заходить. Просто берете вот так. Цык-цык-цык-цык-цык-цык. А эти страницы у меня, они уже давно есть. Разморозят. Там опять по 6 тысяч рублей. Все. Делимся записью. И вот оно в публикациях уже идет. Я потом просто... Если мне надо куда-нибудь зайти, я беру и переключаюсь. Мне не надо жать выход, код. Я беру на любую страницу. Захожу. Вот Маша Малинина, например. Меня уже сразу переключают. Ну в чем плюс этого расширения еще, что оно бесплатное. То есть его можно просто скачать, установить браузер в Google и пользоваться им. Истории можно загружать с компьютера. Да, истории можно загружать. История можно, да? Да. История с компьютера. История с компьютера. История с новости. Но здесь можно либо короткое видео, либо картинки прямо с компьютера. Берете история, выбрать файл. Убираем какой-нибудь файл. Но только выбирайте здесь такой вертикальный. Потому что горизонтальные слезаются. Ну вот такие вот, например. И все. Вот моя история. И смотрим, как расширение сделало мне репост. Сейчас пролистаю. Так, оно не доделало еще? Наверное, не доделало. О, я репост делала сегодня на этой странице. Сегодня опять репост делала. Там требуется какое-то время. А ты закрыла. В общем, на все вот эти вот страницы идет. Понятно. То есть, какие полосы можно сделать. Но здесь надо в настройках полазить. Вот, в настройки нажать галочку, чтобы ваши истории публиковались. Вот, скрывать рекламу. Потом репост в несколько сообществ галочку ставить. Репост на подключенный аккаунт выставить. И создание истории. И все. Потом переключаетесь там на какую-то страницу, которая вам нужна. Я вот две в основном раскручиваю. На одной у меня стоит один проект оформлен. Ну, под GMMG, вторая страница у меня основная. Он под всем миром оформлен. Вот здесь обязательно веб-сайт пишите. Ну, и свой канал. А в браузере Opera у меня другая страница основная моя. Вот, здесь также ссылка на всем миром. И YouTube-канал, ссылка на Telegram, на канал. И истории. Ир, а вот где веб-сайт можно писать, ну, перечислить все свои... Ну, там в управлении нельзя это делать. Слышать всем миром. Как бы поломогить людей. Понял. Понятно. Значит, ну, вы не грязь, не надо из своей страны. Ну, в основном пытайтесь людей вызвать на контакт. То есть, у меня стоит веб-сайт, у меня стоит канал YouTube и Telegram. Ну, вы можете ватсап там указывать, вы можете указывать вибер. То есть, вы должны именно целевую аудиторию к себе привлекать, чтобы люди с вами связывались и спрашивали. То есть, ссылок не надо много, не надо много ставить. Мы ведем, вот, например, три проекта мы ведем. И у нас сил хватает, и мы знаем, как это сделать. И в основном я, ну, я делаю видео. Я записываю видео и тут же пишу, кому нужна ссылка, кто посмотрел видео, переходите на канал YouTube, ссылку найдете там. То есть, за канал YouTube еще в соцсетях не банят и как бы более-менее приветствует вот такую подачу информации. А в шапке профиля вам просто необходимо надо указать какой-то либо Skype, либо, опять же, я повторяюсь, вибер, WhatsApp, Telegram. Ну, любой мессенджер, чтобы человек с вами мог связаться. Потому что мне уже начинают писать, вот, по новому проекту, мне уже в личку начинают писать, как с вами связаться. Вот, после этого я им даю Skype, они ко мне подключаются. Ну, ссылок, как таковых, на проекты нет у меня. Ну, одна единственная ссылка у меня стоит в закрепе. Потому что за это строго наказывают в соцсетях. Одну ссылку поставили, остальное делайте посты, делайте информацию на странице. Ира, у меня еще, знаешь, какая-то, да, конечно, дело в том, что вот идет на электронную почту, добавляются друзья. У меня сейчас на почте их 13, ой, 30 человек, которые просятся в друзья. Это что такое? Мне придет, а добавлять надо 40 лимит, да? На стройки зайдите, от ВК идет? От ВК, в основном. И зайдите, чтобы вам на почту не приходило оповещение и все. Я замучилась чистить и говорю, не приходится. Конечно, отключите все дни, праздники и так далее. На стройках все в ВК есть. Понятно. Ну, друзья, это ваше личное дело, добавлять, либо не добавлять. Да, я их добавляю, но просто их очень много, как бы, и вот эта информация, что они висят. Ну, информацию можно, чтобы вас не оповещал ВК. Заходите в настройку, нажимаете оповещение и там галочку убираете и все. Смотрите, как вот, у меня 80 заявок, видите, висят. Нет, ну это ладно, на почте-то у меня 30. Ну, смотрите, я их одной кнопкой добавляю, оставляю всех подписчиков. Нет, вопрос не о том. Ну, я поняла. А так вот... А все их подписчики, да, гоняешь? Все их подписчики, отклонить все заявки и нажимаю «да», и все. Они у меня подписчиков 50, и также получают мои оповещения и новости. А, все, поняла. Все, и... А там лимита нет на подписчиков? Нет, на подписчиков лимита нет. То есть, можно взять все 300. Да, и есть такое замечание, что... Замечено, что сейчас страницы ранжируются именно по подписчикам, не по друзьям, сколько у вас, потому что лимит, а именно по подписчикам. И чем больше у вас подписчиков, тем выше рейтинг вашей страницы. Например, будут набирать имя, фамилию. Чем больше у вас подписчиков, тем выше вы в поиске выдаёте. Точно, что я не всех проголю. Нет, ну, всех не надо, но... Всем много. Есть какая программа, которая друзей, подписчики переводит? Ну, это тоже у меня все на канале. Есть такое видео. Еще такая фишка, это я как раз вот записывал видео. Программа ВК, по крайней мере, на роботы ходят и смотрят активные у вас друзья, либо неактивные. То есть, бывают такие фейковые аккаунты добавляются, и активности там нет. И за счет этого ВК понижает рейтинг вашей страницы также. То есть, если они у вас сидят в подписчиках, это хорошо. А если такие друзья у вас сидят в друзьях, такие фейки, которые не заходят там, грубо говоря, годами, месяцами и неделями. Там две недели, три недели, месяц бывает. Бывает, страницу сделали, просто туда не заходят. Ну, для чего-то делали. И страница также понижается. И когда вы делаете пост, ваш пост не ранжируется, а тоже опускается быстро вниз. И он не поднимается вот в этой живой ленте, которую сейчас придумали в ВК. То есть, чем больше у вас подписчиков, чем больше активности. Поэтому и говорим, что заходите, лайкайте, делитесь, напишите комментарий. Не можете написать комментарий, я не знаю, поставьте смайлик какой-нибудь в конце концов. Ну, лучше, конечно, буквами писать что-то там. Хорошо, очень хорошо там. Ну, по смыслу именно поста. Ну, когда вот некогда-либо надо это все быстро сделать, можно поставить смайлик. И, грубо говоря, на этом закончить. То есть, тоже уже будет какое-то движение, когда пост будет подниматься. Потому что я смотрю активность, вот, когда у меня начинает там комментарии писать, делиться, лайкать. У меня в ленте, вот, Лена появляется, Стрелец, Ирина появляется, мои посты появляются. Ну, у меня друзей не так много. Вот, и я это все вижу. Я это все отслеживаю. Ну, обратно же, не делайте это как робот, все подряд. Вот, некоторые люди заходят, я смотрю, мне раз, нафигачили там 20 лайков. И на этом, у них это там, через какое-то время их блокируют. Конечно, будут блокировать, потому что считают, что это робот заходит. То есть, поставили на первых два поста, например, два-три поста, там, лайки, либо поделились и все. На этом достаточно. То есть, не надо 20 фотографий лайкать, там, не надо, там, 20 постов проходить. То есть, это для вашей же безопасности аккаунт. Еще вопрос такой, Ир. В Фейсе надо поднимать публикации, ну, то есть, он предлагает, там, ну, что, поднять публикации платно? Платно, да, там, рублей 20 или 30, что ли. Ну, в общем, короче, лучше поднимать, да, вот, например, презентации там или чего-то. Ну, смотрите, в Фейсе там своя территория, как говорится, Фейс отличается от одноклассников и ВКонтакте. Когда будете поднимать, нежелательно привязывать туда свою карту, потому что оплата там по картам идет. То есть, желательно, конечно, завести Киви кошелек и оттуда оплачивать, потому что лишних денег не снимут. Привязываете карту Фейсе и получается так, что с нее деньги закончились, с нее дальше начнут снимать. Это первое. Второе. Поднятие, да, поднятие можно делать. Я сам делал, проверял там группу, то есть, по-моему, публичную страницу делал. Но там такой таргетинг, этому надо обучаться. То есть, этому очень тонкая настройка и можете просто деньги отдать, а толку от этого не будет. То есть, попробовать можете. Если у вас нет картинки, много текстов, больше одного слова или двух, то уже не пропустят. Понятно. Экспериментировать надо. Я экспериментировал, я посмотрел. Да, эффективность есть. Например, на публичной странице эффективность есть. Насчет своей страницы, не знаю. Люди заходят, вроде смотрят. На этом все заканчивается. То есть, вы можете создать либо группу, либо публичку и вот оттуда уже поднимать публикацию. Потому что люди будут заходить, люди будут подписываться на вашу публичную страницу. Опять же, ее надо оформить, сделать там все как положено. Желательно, конечно, каждый день пост делать. Но это на всех соцсетях, сразу говорю. Некоторые пренебрегают до сих пор этим. Два поста в любом случае вы должны делать. То есть, делайте два поста. Не применяйте одни и те же тексты. Есть вот человек у нас в команде. Я слежу за ее страничкой. Верхний текст у нее один и тот сейчас идет. Ниже информация другая идет, конечно. Потом отключите, потом раз не рассказываю. Что? Еще? Если не к нам, по микрофончик выключай, хорошо? Ира, а вы меня слышите, да? Да, мы слышим. Если не у нас, в процессе микрофона, тогда выключайся. Если вы там со своими... Дело просто, я думала, что вы меня не слышите. А я первый раз вижу вот такое вот ваше обращение. Включаю текущий звонок и не знаю, куда мне нажимать. Я первый раз вообще это все вижу. Мышкой пошевелите и слева значок камеры. А, с телефона. Ну тогда по экрану пошевелите. Там есть, будет у вас кнопка выключения камеры. Я думаю, про воронцовы спрашиваю, почему они всегда в копии, почему и как они вообще работают. Тем более они глухонемые, у них и ютуб канала нет. Они несколько лет, в общем, создали себе несколько аккаунтов. Штук 15, наверное, или 10. И несколько лет с каждого аккаунта вступают в иностранные группы. Ну, за это очень банят. То есть 6-7 вступлений с каждого аккаунта в день. Это очень кропотливая работа. И за это банят. Они открывают новое. Я знаю, что они купили сим-карт 100 штук. Куда-то он там ездил, покупал у кого-то. И открывают настоящие аккаунты. На маму, на свекровь, на себя, на сыновей. Ну, чтобы можно было разблокировать потом по паспорту. И там штук 5 на одного человека, штук 5 на другого. И потом они роботом занимаются спамом. Именно в эти группы по бизнесу вступают. В иностранные. И пишут на английском, может, там на китайском. По-моему, на английском они рассылают. И у них своих 25 групп, куда они набирали всегда друзей все эти годы. То есть у них там в группах где-то тысяч по 25 в каждой группе людей годами собраны. И так как у них это все уже раскручено, они там роботом круглые сутки. Я знаю, что у них компьютер не выключается. То есть они и днем, и ночью постоянно проходят. Сначала 10 аккаунтов пройдут по группам, потом они меняют. Другие 10 аккаунтов или 5 аккаунтов. Ну, вот как-то так они работают. Ну, и плюс в глобусе они рекламу дают еще. Вот так вот оттуда и люди. А иностранцы покупают, как правило, по 10 мест бизнес-автомата сразу. Вот, и соответственно... Я не присоединился. Алексей, добрый день. Может, вопросы какие-то? Алексей не слышит. Вот, и соответственно, не надо... Если у вас не раскрученные страницы в соцсетях, их надо раскручивать. Это Ирина уже сказала. И не надо надеяться особо на соцсети. То есть, в любом случае, ну, всякое с нами бывает. Бывает, страницы взламываются, бывает еще. Все равно трафик надолить и использовать для этого рекламные площадки. То есть, я уже показывал вот эту рекламную площадку, на которых я, когда видео записываю... Не думайте, что на боксах сидят люди и просто так кликают. То есть, рано или поздно эти клики людям надоедают. Если вы даете там информацию, в основном я трафик, я уже повторяюсь, в основном я трафик даю на видео. То есть, тысяча просмотров вашего видео стоит от 30 рублей. Конверсия с того сайта, вот, с Адхор, то есть, рекламное ядро, так называемое. То есть, людей там не так много, но конверсия переходов и регистрации там достаточно хорошая. С учетом того, что вот я даю именно видео людям. То есть, люди уже... Нам не разрешили с Борисом регистрировать в ядре с одного IP, хотя у нас разные компьютеры, разные комнаты. Вот, и... А как называется это? Как называется это? Рекламное ядро. Можешь ссылку сюда, в рифинг-чат скинуть в своем реферале. Я вот Алексею давал, я смотрю, он уже там видео крутит. Сейчас, секунду найду. Ты пока ссылку ищешь, я демонстрацию включу. Привет, Алексей. Кто не загрузил себе еще на компьютер Телеграм, можете загрузить. Да, я вчера запустил там рекламу, но и тут, но пока пустишь. Вот, смотрите, мой канал. Советую каждому развивать Телеграм и свой канал. Вот у меня уже 275 подписчиков. Я под каждым видео в Ютубе ставлю ссылку на канал Телеграм, ставлю в ВК ссылку на канал Телеграм. И вот здесь можно видеть, вот когда я пост делаю, вот 34 просмотра. То есть это реальные просмотры здесь. Вот 40 просмотров, 47 просмотров. А здесь даю свою реферальную ссылку. Люди смотрят, люди присоединяются. Ну, там в ядре тоже достаточно сервис такой раскрученный, там тоже можно и Телеграм крутить, и все, и в социальной сети, ВКонтакте, все что угодно. То есть для чего нужно именно просмотры видео, что они будут давать. В любом случае просмотры видео будут у вас в рейтинге Ютуба подниматься. И надо просмотры заказывать именно после публикации видео. Например, в течение видео на Ютубе опубликовали, и в течение двух-трех часов, конечно, надо постараться, то есть оформить то, что я проводил, оптимизировать видео и запустить его, чтобы люди просматривали. Даже 15, 20, 30 секунд они просмотрят. В любом случае это видео где-то выстрелит. Ну, соответственно, когда опубликовали видео, надо им поделиться. Нету своих видео, берите видео спонсоров. То есть не хотите, чтобы под нас люди шли, если вы боитесь, что под нас люди пойдут там. В любом случае там ссылки ваши. То есть да, могут. Там какой-то небольшой процент могут искать. Но не хотите вы спонсорские видео ставить. Берите видеопрезентацию, крутите эту видеопрезентацию, если по всем мирам, как это работает. То есть крутите страницы в серфинге, чтобы люди просматривали, например, презентацию и вот эту небольшую страницу, которую вы сделаете на ВИКСе. То есть я это показывал не для того, чтобы вы, например, соцсети засоряли, потому что ВИКСом недобросовестные люди в свое время спамили. Из-за этого в некоторых соцсетях сайты с ВИКС бесплатно и блокируют. То есть это все нормально. То есть просто заспамили сеть. Не могли подать как положено, рекламировали вот таким образом, методом спама. Из-за этого ВИКС иногда на некоторых соцсетях не проходит. Всегда, когда ссылку даете, страницу какую-то создаете, создавайте ей уникальное название, потому что у некоторых я вижу они там ВИКС там такой-то и окончание Май Сайт. Май Сайт в любом случае это блокировка на любой соцсети. То есть назовите своим именем, назовите название проекта, ну как хотите назовите, только чтобы оно не называлось Май Сайт. Май Сайт это вот таким Май Сайт. Убили, можно сказать, вот эту ВИКСовскую тему. То есть я вот знаю, что Алексей Кваша создает страницы, там рисует видео, вставляет презентацию, кнопку ставит, социальные сети туда можно прикрепить. Это все бесплатно. И человек в любом случае, он посмотрел видео, и если он, например, заинтересовался, он либо кнопку регистрации нажмет, либо перейдет на вашу соцсеть. Там можно ВКонтакте добавить, Одноклассники, Фейсбук, по-моему, Твиттер, еще какие-то соцсети. То есть там можно сделать и на бесплатном конструкторе просто такую сказку, что любой лендинг обзавидуется. И конверсия у него будет намного лучше. Но вот надо человека как-то применить фантазию, применить креатив, и вот это все вот такое создать, чтобы человек «да, хочу». То есть креативность в нашем моменте, в нашей работе это немаловажную роль играет. То есть не надо… То есть у нас вот многие же заходят, мы вам давали там комментарии, тексты шаблонов. То есть вот возьмите этот шаблон и переделайте его как-то под себя, чтобы это вот красиво было. Возьмите какую-нибудь умную фразу, но там есть цитаты, ну возьмите эту цитату и распишите, чтобы человек зашел, почитал там «Непосеньки шапка» и распишите что-нибудь там. Или, как там люди говорят, к примеру, «Не всем богатым быть». И обоснуйте, почему, вот наоборот. Вот заинтересуйте человека так, что… Ну включите фантазию, вы в конце концов все большие люди, взрослые люди и в школе писали сочинения. То есть заинтересовать человека, и обязательно ставьте хэштеги. То есть в ВКонтакте как минимум надо ставить 5 хэштегов. То есть хэштег «Брискиндер» все, скорее всего, знают. Вот хэштег «Брискиндер» он у меня на последних постах дает тоже хорошую конверсию. Ну и, соответственно, хэштег «Заработок», «МЛМ» там еще там, если это какая-то мудрая мысль, соответственно, вы пишите, мотивация, мысль, там, еще что-нибудь. Но придумывайте, придумывайте, креативьте. То есть это вот прям вот поднимет вас так высоко, что и людям будет интересно заходить на ваши страницы. «Борис, а вы хэштеги одни и те же пишите или они каждый раз разные?» Смотрите, если у меня пост по бизнесу, у меня есть там определенные хэштеги, то есть бизнес, деньги, «МЛМ» и четвертый там хэштег «Заработок», например. И пятый хэштег это мой личный хэштег. Свой личный хэштег вы должны придумать сами. Для чего делать? «Пишите в гугле хэштеги по бизнесу или хэштеги путешествия? Сходили в кинотеатр, хэштеги праздники?» Ну, то есть хэштеги должны быть, если пост по бизнесу, значит по бизнесу, если пошли шашлык поесть, пишите «Шашлык удался». Слитно. «Они прям там вообще в смартфоне приложение есть такое?» Есть приложение, да. «А у меня еще вопрос вот такой, конечно, смартфон недавно купила, истории начала записывать, а почему-то у меня без звука он идет, ну как бы видео с экрана получается, но что в себя не снимать, например, я что-то снимаю и озвучить, а почему-то у меня звук там нет. Звука нет где? Ну, например, нажимаешь, когда на плюсик записать историю, вот, и оно пишет, что снимаю, а почему-то звук... Ну, вы озвучиваете. Так она озвучивает. Да, я озвучиваю, но он почему-то идет, ну, молчанка. Либо у вас на телефоне выключена громкость, либо вот когда историю загружаете вконтакте, там есть такой микрофончик, я тоже иногда у меня бывает, я нажму нечаянно и звука нет. Спасибо. Спасибо. Посмотрите микрофончик. У меня часто вконтакте расплывчато получается, вообще не знаю почему, так отлично снимает смартфон, именно вконтакте грузишь, приходится его перезагружать, только вот в этом смартфоне так. У меня вообще какие-то зеленые квадраты иногда появляются, непонятные. Это у меня в Lenovo так было, когда у меня... Вы мат, и девчонки, я вас горжусь. Вот я об этом и хотел сказать, то есть обратно же вопросы по Виксу были, вчера по-моему в чате у нас в этом в чате активистов был вопрос, ради бога, делайте Викс, делайте через блогер, то есть любая соцсеть этот редирект пропустит. А блогер можно еще и через гугл сократить? Ну, смотрите, гугл прекращает свою работу, я не помню, новость такую выставлял, не выставлял, совсем скоро вы не сможете пользоваться этим сервисом. Ищите альтернативные виды сокращения ссылок. Это я вам сразу говорю, потому что буквально по-моему до конца апреля этот сервис Google сокращение ссылок работает и буквально вот скоро 30 апреля по-моему его закрывают. Вы можете скопировать все ссылки, ссылки будут работать в любом случае, но сервиса такого не будет. Есть по-моему сервис Bill, еще какой-то сервис, наберите в поисковике и поищите сервисы новое сокращение ссылок. А так я, конечно, рекомендую делать универсальные редиректы, заходить, это вот как на всем мире уникальные ссылки делают. Есть сервисы, где можно заказать ссылку какую-то, ну, например, там, Елена Стрелец, заказываешь свою личную ссылку, а редирект будет вести туда, куда ты его перенаправишь. То есть, у меня есть личная своя ссылка briskinder.ru, я ее сейчас пока не использую, она у меня там в замороженном виде, но ее я могу перенаправлять, если я сейчас начну развивать вот этот свой хэштег briskinder, например, там везде кричать, в подъездах писать, в любом случае люди начнут туда идти, на этого briskinder. у меня даже где-то друг умудрился написать где-то в Ульяновске, где-то на стене какого-то дома мой хэштег висит, ну, возможно, люди по нему еще и заходят. Ну, вот такая вот ситуация. То есть, нужно себя продвигать в сети, не надо бояться чего-то, что, как некоторые делают, то есть, методом спама, там, зашли вам в личку, кинули ссылку и все на этом. То есть, сейчас, на данный момент, на данный конкретный момент, люди идут на людей. Многие говорят, что нету результата. Результат не нужен. То есть, вы должны показать людям, если вы в каком-то проекте зашли, чем он ценен для вас, чем он ценен для того человека, который под вас подпишется. То есть, вот что он делает. Я говорю, нужно сокращенно расписать все достоинства и уметь, можно сказать, вступать не в дискуссии, а именно объяснить, почему там не лохотрон. То есть, некоторым объяснять это просто не надо. По сервису, то есть, по всем мирам это объяснять не надо. То есть, сколько там с пеной у рта некоторые нынешние или бывшие товарищи, которые у нас в партнерах были, они аж там с пеной у рта. Да мы соединялись с кем-то, мы связывались с родителями, мы нашли этих людей. Все это лохотрон, все это пирамида. Но седьмой год работает, ребят. Седьмой год работает. Какой вот, скажите мне, какой сайт вот именно MLM-овский сможет работать официально на земле семь лет. То есть, доказывать уже никому ничего не надо. Мы работаем именно, как я люблю повторять, что мы с Ириной работаем там, где есть деньги. Где нет денег, значит, там нас нет. То есть, я не могу уверять, что прежде чем зайти куда-то, мы все проверяем из канала. Потом даем людям. И вы все это прекрасно знаете, вы прекрасно видели на наших каналах. То есть, мы зашли, мы заплатили свои деньги, мы проверили. плавные там какие-то площадки, сервисы по раскрутке ваших аккаунтов, лидер пиара. Мы же зашли туда практически первые. Вот Елена зашла, Ирина зашла и я. Добавляется люди живые. Люди лайкают, люди пишут комментарии. Вот GMMG сейчас десятка пришла пока мы с тобой, пока мы все вместе разговариваем. отлично. У меня зарегистрировалось четыре человека, я им отписалась, ну, что ходите, ну, по вашей методике. Вот. А теперь дети, какие манья? Еще раз им, еще раз они как помолчатки. площадки. У меня тоже есть пустыри, не хотят и не надо. Ну, закон по... Ты пропадаешь. Я пропадаю? Ага. Я тебя не стала слышу, а здесь нет. Я понял. Меня слышно, нет? Сейчас слышно. Слышно. И ничего, просто немножко подождать, еще раз написать, а уж там как-то. Нет, смотрите, есть закон Паретта, который разработан именно под MLM. 80 на 20 он звучит. 80 процентов, то есть 100 процентов будут регистрироваться, 80 процентов участвовать не будут, 20 еще не такие безнадежные. Но есть еще один закон, что в бизнесе будет не более 5-7 процентов, которые пойдут за вами. Вот вас 4 человека зашло, у меня зашло по-моему сейчас 70 человек, в команде сейчас 120 человек, это именно GMG. Из них активированных я даже человек может 10, все, это из всей команды. это не пугаться, не доятность. Это строите свой бизнес, то есть на первых порах я говорю, кто заходит под нас куда-то в новые проекты, кто-то кто заходит под нас в проекты, вы можете использовать наши видео, если вы хотите привлечь к себе вот это внимание. не можете, а обязательно нужно будет перешагнуть вот через себя и записывать свои видео. Ну вот запись с экрана называется по-импортному скринкаст. Для меня это запись с экрана и запись с экрана. То есть я вот у кого нет программы Алексей я знаю он пишет именно вот расширением с гугла кому быстрое видео надо например записать своему партнеру вот у нас здесь Александр Наумов он тоже пишет этим расширением то есть у них получается вообще это как палочка выручалочка как таковая то есть если партнеру что-то нужно срочно показать он у вас спросил у вас нет возможности на пальцах ему показывать вы можете вот это расширение установить себе в браузер google то есть информацию я скинул в чате там можете посмотреть и видео я записывал как это делается и вот буквально вы записали дали ему ссылку он заходит и смотрит там есть облачное хранилище где ваше видео сохраняется если вам то же самое видео нужно загрузить на канал youtube то есть вот скринкаст с экрана записали все показали рассказали кнопочку скачать нажимаете и загружайте на канал youtube все то есть здесь камтазия как таковая не нужна то есть чем больше там друзьям можете вот это чем выше рейтинг у вас там будет тем больше у вас дисков облачного пространства там будет то есть вы этим сервисом начали пользоваться другу дали свою ссылку он зашел то есть ну как ссылку там даете вы даете ему свое видео если ему нужно это расширение он нажимает на кнопку зарегистрироваться там в один клик через google либо через facebook это все регистрируется все он просмотрел это видео он становится вашим партнером также можете записывать видео по проектам каким-то каким-либо то есть вот таким вот образом можете еще продвигать свой бизнес то есть я говорю здесь креативить можно до бесконечности только вот